Спасибо, спасибо, спасибо. Сейчас мы начнем наш доклад. Я думаю, многие пробовали или видели, в общем-то, движок Unity. Если не пробовали на нем что-то создать, то, по крайней мере, видели на нем игры, проекты, может быть, какие-то демки. Часто возникает, собственно, вопрос. Такой вот существует движок… А, что-то у меня звук выключился. Нет, появился. Извиняюсь. В общем-то, давно уже существует движок Unreal Engine. Его выпустила Epic Games в 2014 году. Конечно, были и, так сказать, версии предыдущие, там у ДК и все. В общем-то, все такие предыдущие версии. Движок берет свои корни, собственно, с проектов Epic Games, такие как шутеры Unreal Tournament, которые, можно сказать, зародили жанр шутеров и, в общем-то, ну, как бы не то, что зародили, а, в общем-то, достойные его представителями являются. Вот, соответственно, и движок, и технологии у них соответствующие. Собственно, вызывали уважение в момент своего появления. Конечно, была критика, что, ой, оно что-то, может, тормозит. Но это, как бы, собственно, следствие того, что это были новые технологии тогда. Вот. Сейчас мы, значит, рассмотрим такой вопрос, как может перейти с Unity на Unreal и вообще какие отталкивающие могут быть факторы, какие могут быть потенциальные ошибки, такие, что может остановить, так сказать, разработчиков. Вот. В попытке рассмотреть другие технологии. Наши цели, собственно, сравнить эти две технологии, помочь начать как-то сориентироваться в разработке на движке Unreal Engine. Вот. Часто движки сравнивают как-то вот так. А ты на чем делаешь? На Unreal Engine, тогда вот ты крут. Если ты на Unreal, тогда на Unity, тогда не очень. Ну, мы такие холиварные вопросы поднимать не будем. Собственно, подход у нас будет немного не такой. Мы ориентируемся на то, что мы, собственно, будем рассматривать оба движка весьма равноправно. Вот. Значит, когда человек открывает, собственно, Unreal, он пытается, например, добавить туда какую-нибудь свою модель, там, персонажа, например. Например, первое, что мы видим в сцене, это отсутствие привычных нодов скелета, то есть у нас просто один actor, такой объект, персонаж. И все. Что с ним делать, не особо понятно. И это, собственно, следствие того, что отличается система компонентов Unity и Unreal. Так, в Unity система компонентов и объектов построена так, что у нас есть компонент, у нас есть объект GameObject. Объекты GameObject представляют собой игровые объекты. Они могут быть вообще пустыми объектами, то есть можно сказать, доминот какой-нибудь на сцене, где мы, может, хотим персонажа потом создать, либо могут содержать вообще какие-нибудь скрипты, менеджеры и все такое. То есть на самом деле это такой пустой универсальный объект, на который добавляются компоненты. Вот. У всех таких объектов, все такие объекты мы видим в сцене, они имеют собственный компонент Transform, то есть мы можем управлять и наблюдать их координаты. Собственно, мы добавляем, например, скрипт движения объекта, он вызывается, например, в апдейте, и объект двигается. То есть, можно сказать, двумя кликами у нас уже какая-то движуха происходит. Когда мы создадим объект свой, например, персонаж там, или там просто какой-нибудь игровой объект, типа мяч, например, может оружие какое-нибудь, мы, когда его настроим, когда добавим скрипты, мы сохраняем его в так называемый prefab. Ну, это, в общем-то, многим известно. То есть, чтобы потом такие объекты можно было, во-первых, менять сам prefab, а во-вторых, изменение prefab влияет на изменение свойств всех подобных объектов. В Unreal Engine эта структура отличается. Вот. И, в общем, в Unity мы создаем такой объект, потом мы его инстанциируем. В общем-то, тоже весьма все просто. Вот, например, как выглядит класс Rocket Projectile в Unity. То есть, это класс, который представляет из себя ракету, снаряд. У него там, мы задаем параметры, в апдейте мы его двигаем на, собственно, свойства fly speed, например, скорость его перемещения. И вызывается функция onCollisionEnter. Это сам Unity его вызывает, чтобы обработать столкновение снаряда с чем-либо. Вот. То есть, никаких дополнительных особо действий тут не требуется. Что же нам представляет Unreal Engine? Там тоже есть своя система компонентов. Компоненты добавляются на Эктора, то есть на игровой объект. Это может быть оружие, персонаж, все что угодно. Вот. Но дело в том, что сами эти компоненты, они скрыты от нас, можно сказать, условно скрыты от нас, в аналоге prefab в Unity. Он называется в Unreal Engine blueprint class. То есть это объект с, это Эктор с компонентами, может даже с несколькими. В Unreal Engine у нас есть, у нас объекты представляются Экторами, Эктор-компонентами, также есть объекты, у которых все унаследовано, U-Object. Они сочетают в себе разные механики. Например, Эктор — это основной класс объекта, который размещается в сцене. Вот. То есть мы можем его сохранить, заспаунить, заспаунить, то есть в мире создать. Если в Unity мы можем, можно сказать, в любом месте написать prefab instantiate, мы получим созданный из prefab объект, то в Unreal Engine мы просим создать мир. Мы просим объект мира создать нам объект. Для этого используется Эктор, world spawn-эктор функция. Вот. Для персонажей в Unreal Engine существуют отдельные компоненты. Они называются pound и character. Это, можно сказать, не компоненты, это Экторы. Они унаследованы от класса Эктор, соответственно, это объект игрового мира. Pound — это класс, можно сказать, персонажа, которым может управлять игрок или искусственный интеллект. Вообще в Unreal для управления персонажами есть система контроллеров. Мы создаем PlayerController или, например, AIController. AIController или PlayerController получает команду управления от игрока или, собственно, внутренняя логика, если это искусственный интеллект, и передает уже команды движения самому классу персонажа, то есть pound или character. Вот. Значит, что мы можем еще хорошего сказать? В компоненте Эктора, в объекте Эктора, в отличие от Unity, существует понятие корневого компонента, то есть это root-компонент. У нас там может быть в Экторе несколько компонентов, например, это Collider или Mesh или что-либо угодно. Между ними существует взаимосвязь, мы можем их оттачить друг к другу. То есть если в Unity мы можем просто взять и, можно сказать, мышкой перетащить компонент, чтобы поменять у него, так сказать, эту иерархию вложенности, и один компонент будет следовать за другим, то в Unreal это делается через оттачмент компонентов. В Unity существуют функции start, update и late update для обновления и начала работы с компонентами или классами. В Unreal Engine у нас есть begin play и функция tick, например, для апдейта. Unreal Engine различает Экторы и их компоненты, и у компонентов Эктора, соответственно, функции initialize component и component tick. То есть мы не можем взять и сделать в один клик из, например, класса Экторов вдруг компонент. Ну вот, например, так немного запутанно выглядит уже класс из Unreal. То есть тот же снаряд. Unreal Engine работает в основном благодаря генерации кода. То есть те фичи, которые есть в языке C-sharp, типа Reflection, работают в Unreal Engine путем кода генерации. То есть чтобы у нас редактор мог показать свойства нашего объекта, мы делаем специальные обертки типа U-class, там Generated Body. Этот код генерирует Unreal Engine при сборке. Также мы, можно сказать, декорируем свойства. То есть мы их объявляем, пишем, как мы их можем редактировать, как редактор должен с ним работать. Например, Edit Defaults Only значит, что мы можем изменить свойства только дефолтного объекта. То есть это, можно сказать, blueprint класса или если переносить на Unity, prefab. Свойства могут быть сгруппированы в разные категории. Вот, например, категория Rocket, заданная у ракеты. Это позволяет быстро найти интересующие нас свойства объекта. Также функция onImpact представлена. Это аналог onCollisionHit в Unity, но дело в том, что объект должен сам в конструкторе или может во время игры даже подписаться на интересующие его события. То есть это не работает как в Unity автоматически. Но зато там есть своя в этом плане оптимизация. То есть мы хотим, если нам, например, больше не нужно реагировать на коллижен, мы можем взять и отписаться от этого события. Значит, типичным действием после создания самого класса в C++ в Unreal Engine является создание из него blueprint класса. Это расширение, так сказать, объекта, который нам представляет Unreal Engine. Блюпринт-классы и вообще блупринты в Unreal Engine, ну, как вы, наверное, знаете, используются для визуального программирования. То есть мы можем делать визуальные схемы, соединять ивенты с какими-то реакциями на них. На самом деле очень полезная вещь для, так сказать, делать взаимодействие программистов проекта и дизайнеров, потому что мы можем, какую-то логику мы можем, например, написать на C++ и предоставить доступ дизайнерам к ней. При этом Unreal Engine позволяет отделить, если уж очень хочется, отделить исходники проекта от его бинарников. То есть могут дизайнеры или какие-нибудь аутсорсеры работать только с собранными DLL-ками и никогда не узнают, что у вас внутри проекта делается. Вот. Ну, то есть это такая дополнительная, можно сказать, степень свободы, предоставляемая движком. Ну, вот мы видим, например, блупринты. Это на самом деле кусок анимационного блупринта. Unreal Engine хорош тем, что в нем практически все связано с блупринтами. То есть мы можем расширять C++ классы блупринтами, из блупринтов делать блупринты-наследники и так далее. Это все очень тесно связано со всеми компонентами движка, от его внутренней логики до визуальных компонентов, коллиженов, анимаций, например, мешей и тому подобным. То есть нам никакие дополнительные, можно сказать, выкрутасы в этом плане не нужны. Есть система визуального аналогичного, близкого, конечно, близкие системы для Unity. Например, ладно, много их всяких. Шучу, конечно. Я просто название что-то забыл. Ну, да ладно. Но дело в том, что они все созданы как-то поверх движка, это не является чем-то официальным. Вот. В любой момент может что-то отломиться и тому подобное. То есть система визуального скриптования в Unity не предусмотрена. Я считаю, это очень важная в Unreal Engine часть, которая нам всем дает большую свободу. Вообще весьма наглядно. Ну, можно сказать, даже далекие от программирования люди могут взять и составить, например, схему взаимодействия объектов или связать, например, какую-то последовательность. В общем, они получают власть над игрой в каком-то плане. Вот. Ну, мы не будем сильно голословными. В общем, в качестве демонстрации сделана демка шутера, которая в Unity мы специально написали с нуля, а в Unreal Engine мы берем за основу шаблон. Шаблон очень хорошая вещь в Unreal Engine. Потому что мы можем буквально выбрать, какое у нас будет в игре управление и какой вид камеры. И уже нам Unreal сгенерирует проект, где будет камера и управление. Это достаточно такая хорошая основа, от которой можно отталкиваться, даже если вы, может, хотите какой-то прототип быстро создать. Вот. Вот так вот выглядит шутер. скриншотик такой. В общем, мы видим игрока, видим какие-то элементы интерфейса. У него будет парочка оружия, типа ракетница и рейлгана, и будет он героически стрелять по бочкам. Ну, в общем, в отличие от шаблона, мы тут добавляем собственный интерфейс, какие-то вот эти объекты бочки, оружие и тому подобное. Что нам позволит двигаться персонажем? Конечно, систему ввода. В Unity обычно мы настраиваем ввод через Input Manager, создаем виртуальные именованные оси, например, идти вперед или стрелять. Мы их так называем, и потом просто спрашиваем значение такой оси или виртуальной кнопки. Обычно скрипты, которые занимаются управлением объектами, спрашивают состояние этих осей в функции update. То есть они каждый кадр спрашивают, а какое сейчас состояние кнопки или даже куча таких кнопок. В Unreal все просто. Мы просто подходим к стулу, спрашиваем, press enter to see. Шучу, конечно. Вот. В отличие от Unity, в Unreal Engine тоже есть виртуальные оси, но там есть разделение на, собственно, оси, то есть это значение, например, с джойстика или тому подобного, от кнопок, то есть действий. И в отличие от Unity в Unreal мы привязываем действия, привязываем эти оси и кнопки к действиям, прям класса, который занимается управлением персонажа. То есть вот у нас bind access, move right. Мы просто говорим, чтобы когда мы нажали на эту кнопку, нам, значит, у персонажа вызвалась функция. То есть не приходится каждый кадр заниматься опросом этих всех вещей. Ну, я считаю, немного удобнее. Плюс в Unreal не ограничено количество альтернативных кнопок в этом плане. В Unity вском input manager там только основная кнопка и альтернативная кнопка. Тут мы можем большое их множество задать. С какими проблемами можно столкнуться, начав, значит, вставлять в Unreal свои модельки? Ну, первое, мы уже сказали, что опа, мы почему-то не видим никакой структуры скелета. Это потому, что, значит, в Unreal Engine компоненты скелета не являются, ну, собственно, эктор-компонентами или чем-то в таком духе. Это внутренние свойства, собственно, скелета и анимации. Возникает вопрос, как же нам, например, привязать к персонажу оружие? Или как, например, скрыть одну из его частей? Может, мы хотим кепку, например, ему модную надеть? Вот. В Unreal Engine, в Unity мы можем просто взять, это будет такой же игровой объект, мы его выделим, можем даже на него отдельный скрипт повесить, там HeadHider, например, вот, назвать. В Unreal же нам, значит, мы, значит, будем для этого пользоваться инструментом сокета. Сокеты — это такие точки крепления на игровых объектах, то есть на модельках, на скелетных мешах и тому подобное. У них есть, мы для сокета, как бы, мы выбираем кость, которая крепится в сокет, называем ее соответствующим образом, например, Weapon, ну, это зависит от, собственно, того, что мы хотим привязать и для чего этот сокет будет использоваться. Вот. И потом в самом движке мы уже говорим заспаунить, например, объект в позиции этого сокета, или мы можем к нему привязаться, сделав attach tool. В этом плане эта система, ну, немного запутна, конечно, не так все просто, как в Unity, но зато она дает нам универсальность, потому что мы можем один раз настроить, ну, эти все названия, и дальше уже, как бы, у нас отделена логика от вот этих настроек и представления. Вот. Дальше думаем, как бы нам, значит, анимировать наших персонажей. В Unity есть animation controller. Там, значит, мы привязываем, значит, определенное состояние персонажа. Вот, например, бежать, прыгать или смерть. Ну, вот. Каждому такому блоку соответствует свой анимационный клип, и мы настраиваем такой граф. Скрипт управления персонажем, хоть на самом деле вот эта вот схема называется в Unity animation controller, сложно ее назвать сильно animation controller, потому что на самом деле внутренней логики у нее нет. То есть это просто схема, как переключаются анимации в зависимости от состояния. Для того, чтобы эта схема работала в Unity, значит, мы заранее объявляем в этом же контроллере строковое название переменных, например, бежать и бежать, прыгать и тому подобное, соответствующее состояние персонажа. Скрипт управляющей анимацией в Unity сам передает, опять же, каждый кадр зачастую, эти состояния, если они меняются. Ну, а дальше animation controller просто переключает анимации. В трансиженных, то есть переходах, которые заданы стрелочками, мы настраиваем, при каких условиях происходят такие переходы. И можно настроить там кроссфейд анимации. То есть время, когда одна анимация затухнет, а другая продолжится, то есть для их плавного совмещения. В Unreal Engine все сделано блупринтами. То есть мы там создаем animation blueprint, который будет управлять анимацией. У него тоже представляет из себя дерево. И в отличие, вот так, например, выглядит машина состояния. То есть у нас есть машина состояния, которая представлена по слайде ранее. И, в общем, она управляет финальной позицией персонажа. В общем, тут мы тоже наблюдаем те же состояния idle jump, например, idle run, прыжок или мертвый персонаж. Мы можем обратить внимание, что тут одна нода совмещает в себе idle и run. Это потому, что внутри у нас находится blend space. Это, значит, система для того, для настройки перехода анимации в зависимости от внутреннего состояния одной из переменных. То есть мы можем привязать скорость персонажа прямиком к вот этому переходу. Мало того, мы можем настроить несколько точек перехода. То есть, например, от нуля, например, до метра в секунду, например, у нас персонаж так медленно идет. Это будет проинтерполированное движение от его idle анимации. А, например, после какого-то значения у нас включается бег. И все это будет в одном этом ноде. Ну, опять же, стрелочками у нас тут заданы переходы. Но, в отличие от Unity, мы можем задать целый blueprint, то есть внутреннюю логику работы этих переходов. Да, но там мы все равно опираемся на… Ну да, там тоже есть твои такие инструменты. Но я к тому, что мы можем в этих трансиженах буквально даже найти какой-нибудь объект в игре, например. Ну, это, конечно, нутрировано, например. Если, например, на уровне присутствует какой-нибудь босс включить другую анимацию. Ну, это, конечно, в этой штукой такое делать, конечно, не надо. Но все равно, тем не менее, возможность есть. Вот. Тут представлено совмещение машин и состояние, которое нам будет сама интерполировать эти состояния, с анимацией атаки, которую мы проигрываем через такой инструмент, как монтаж. В Unreal Engine существует множество различных инструментов для анимации. И монтаж, например, представляет… Ну, тут не представлен, правда. Но он из себя представляет редактор, который позволяет совместить анимационные клипы и их фрагменты. Вот. Ну, в этом случае у нас одна анимация. А это фрагмент как раз анимационного blueprint. То есть логика, которую мы определили в анимацион контроллере. То есть если блок сверху у нас просто управляет переключением, то есть управляет их совмещением, то это, можно сказать, кусок обновления… Фрагмент реализации логики в анимационно-блупринте. То есть мы просто включаем эту анимацию, задержка на ее длительность, и она выключается. Но на самом деле тут это все сделано, потому что в машине состояния мы не можем задать единократное проигрывание анимационного клипа. Но это связано с тем, что у нас разные подходы в анимации для разных источников этой анимации. То есть если у нас какой-то один параметр, например, скорость или состояние персонажа, мы можем через state-машину менять. А если нам нужно какой-нибудь один клип проиграть, вот мы можем сделать так, например. Так. Ну, есть несколько проблем, которые решает Unreal Engine по сравнению с Unity. Большая проблема в Unity — это вложенные префабы. То есть если мы создали объект, ну, можем сказать, например, стол с ноутбуком, взяли его, сохранили в префаб, потом думали, так, нам что-то он не нравится, пускай у этого ноутбука будет, например, зеленый экран. Создали из него другой префаб, то есть из того, берем первый объект, сохраняем его в префаб, меняем, например, цвет экрана на зеленый и сохраняем его в другой префаб. Что мы в результате получаем? В результате второй префаб у нас является совершенно новым объектом, у него нет никаких ссылок на старый. И если мы вдруг поменяем исходный объект, это никак не отразится на втором объекте. В Unreal Engine это решено, то есть в Unreal Engine такой проблемы, можно сказать, нет, потому что существует наследование блупринтов. И изменение исходного объекта отразится на всех дочерних объектах. Это полезно не только в плане игровых объектов обычных, то есть персонажей, там какой-то логики или может даже префабов на сцене объектов. Также это очень полезно в системе интерфейса, потому что в Unity мы не можем взять и сохранить элементы окон или какие-то виджеты в префабы. То есть мы, конечно, можем это попытаться сохранить, но будет опять же та же самая проблема, что движок забудет о старых объектах. Поэтому зачастую в Unity мы создаем какие-то элементы управления, накидываем на них определенные скрипты и, можно сказать, их не трогаем потом. То есть мы не можем взять и сохранить виджет, например, там в какой-то отдельный префаб. С другой стороны, мы можем это сделать. Называется да, но нет. В AssetStory в Unity есть плагины, можно сказать, плагины расширения движка, которые прямо так и называются. Вот Long-Awaited Feature Nested Prefabs. Даже есть несколько таких вещей. Но эти системы все, можно сказать, немного костыльные, потому что они сделаны поверх движка, то есть нет никакой нативной их поддержки. В основном они добавляют проблемы тормозов, потому что на самом деле они пытаются сохранить внутреннее состояние объекта в себе. И потом, когда мы, например, заходим, когда у нас начинается игра, мы заходим на уровень, они пытаются его восстановить и, собственно, восстановить какие-то внутренние там структуры, восстановить их поля, свойства и тому подобное. На самом деле в результате получается, что из этой всей системы мы получаем не только вот это удобство вложенности, но и, соответственно, тормоза ненужные. А если что-то в движке поменяется, это может вообще вовсе отвалиться по неизвестным причинам. Разработчик скажет, не-не-не, ну я сделал, в общем-то пользуйтесь. В Unreal Engine такой вещи нет. Мы там можем сохранить элементы интерфейса, тоже виджеты и быстро, собственно, сделать на основе одних элементов управления какие-то новые. То есть буквально мы сделали какую-то кнопку, мы сделали надпись, окей, это будет статус-бар, и потом мы можем из статус-баров сделать одно окно, потом какие-то еще панели разместить. То есть на самом деле весьма удобно. Плюс в Unreal Engine у нас система редактирования интерфейса и всех виджетов, она открывается у нас в отдельном редакторе, и в отличие от Unity она не находится прямо в сцене. То есть в Unity интерфейс редактируется через специальный объект Canvas, который прямо в 3D-сцене находится, зачастую мешает даже ее редактировать. Ну, конечно, тут есть свои плюсы и минусы. Можно сказать и о некоторых плюсах, конечно, Unity, а то мы все про минусы всякие. Вот Unreal крутой. Unity, конечно, имеет свои плюсы. Он значительно проще, с ним проще разобраться. Комьюнити существует довольно долгое время, множество всяческих решений готовых. Ну вот, но тем не менее, значит, еще есть такая хорошая в нем штука, что можно прямо в редакторе, прямо скриптами расширять редактор, то есть добавлять новое меню, новые там какие-то инспекторы свойств и тому подобное. Это, можно сказать, значительные, так сказать, плюсы Unity. Но если, конечно, мы, так сказать, если мы ищем каких-то альтернатив, просто хотим ознакомиться с Unreal-движком, то в нем есть свои вот эти вот плюсы с возможностью вложенных блуепринтов, виджетами и тому подобными штуками. Вот. Ну, виджеты у нас тоже расширяют, имеют возможность расширения за счет блуепринтов. То есть мы, опять же, можем там создать какую-то логику на визуальных схемах. В общем, весьма удобно. Спасибо за внимание. Вот. Вы можете ознакомиться с демкой шутера по вот этой вот ссылке. То есть там проект как Unity, так и Unreal-овский. Я попытался не сильно далеко отходить от принятой в Unity логики. То есть вы можете найти тот же самый класс реализации оружия, как в первой демке, так и во второй. Вот. Ну, а оценить, насколько вам, значит, может пригодиться Unreal, например. Как сделано в этом проекте, как сделано в том. К сожалению, времени довольно мало для того, чтобы прям полноценно охватить все возможные, всю возможную, значит, разницу этих движков. Но я думаю, возможно, после моего выступления вам что-то более-менее понятно стало. Может, какие-то новые, значит, идеи у вас появились. Спасибо. Спасибо Александру, как человеку, который работал и с Unity-движком, так и с Unreal-овским движком. Пока готовится к выступлению Александра Блинцова. Вопросы? Да, обязательно задать вопросы Александру. То есть… Александр, выйду. Здравствуйте, Александр. Спасибо за доклад. Было очень интересно послушать. У меня такой вопрос, немножечко очень технический. Значит, многопоточность. Значит, проблема Unity одна из таких очень важных. У меня нет возможности в потоке порождать объекты игрового движка, гейм-обжекты. Поэтому я в Unity с потоками работать не могу. Как вот в Unreal с этим? Могу я, например, экторы игровые в Game World порождать во втором потоке? Я на самом деле не сталкивался с многопоточностью в Unreal, но возможно, вот нам Владимир расскажет об этом в своем докладе. Мне, к сожалению, пока не приходилось многопоточностью в Unreal пользоваться. Я могу ответить за Александра, многопоточное создание экторов в Unreal не поддерживается. То есть это как раз-таки одно из сильных ограничений. Мы можем создавать экторов только в основном потоке. Спасибо. Добрый вечер. Вопрос очень простой. Unreal насквозь пронизан системой визуального программирования, бльюпринтами. Это еще унаследовано от Kismet со старой третьей системы. Вопрос производительности. Я как мобильный разработчик 3D-лит. Мне интересно, насколько использование блюпринтов более оправдано, например, чем прямое программирование на C++? На самом деле в блюпринтах… На самом деле сильно оправдано, потому что в плане производительности Unreal идет на какие-то шаги в этом направлении. Например, такая вещь, как нотивизация блюпринтов. То есть это их компилирование в код. Но тут, конечно, блюпринты накладывают свои какие-то вехи в производительность. Ну, то есть влияют, конечно же… Из личного опыта, то есть разницу. Мы просто использовали ее скрипт под Unity. Ну и, соответственно, Kismet в Unreal и его редактор материалов шейдерный. И известная позиция такая, что компиляция этого кода генерирует огромное количество кода, не очень оптимизированного. Что проще ручками писать. Ваше личное мнение именно по этому поводу. Мое мнение, что мы, как всегда, можем вынести какие-то определенные куски кода в C++ и дать их интерфейс в лупринты. То есть тут можно критичные вещи переносить в код. Причем не повально все, что надо все писать, например, на плюсах. То есть если мы находим какое-то критичное место, то, наверное, стоит его переписать на плюсы. Но, как я уже говорил, в Unreal сейчас есть интимизация блупринтов. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Расскажите, пожалуйста, а в Unreal нельзя в редакторе написать какие-то окна свои, какие-то тулзовины? Как в Unity можно спокойно написать, там, систему по сборке проекта или редактирование каких-то штук? Нет, в нем можно написать, но, во-первых, если, например, насчет окон, то игровые окна можно делать виджетами, можно даже сделать виджеты из C++ кода. А расширение редактора в основном делается через плагины, то есть нельзя закинуть такой, можно сказать, игровой код в проект, чтобы у нас появилось что-то новое. То есть надо для этого писать плагин. Это, конечно, посложнее, чем в Unity. Там нет такой системы, что взял, написал какой-нибудь маленький скрипт, у нас на примере появилась какая-нибудь полезная, клевая кнопка. Вот, насколько я знаю, вот так. Спасибо, Александр. Есть ли у кого-нибудь еще вопросы? У меня вопрос по поводу сборки. Можете рассказать про процесс паблишинга в Unity и в Unreal? В чем отличие, плюсы, минусы, то есть по скорости, какие-то особенности? Особенности, наверное, тут в скорости сборки, потому что в Unreal это не самая, конечно, такая часть. В общем-то сам движок и проект сложный, поэтому, конечно, он собирается дольше. Ну, по остальным я как-то не сильно сталкивался, к сожалению. То есть, чтобы там как-то сильно какие-то… как-то отличалось. А? Сколько наш проект собирается? Сколько наш проект собирается? Часов. У нас просто развивающаяся система сборки, так сказать, апгрейджен, так сказать, она проходит разные итерации, поэтому… От 10 минут до полутора часов, если вы хотели знать. В зависимости основное от контента. В принципе, в Unreal собирается это изменение. Можно, конечно, пересобрать все, но, с другой стороны, вы можете собрать сэшник даже из того, что он поменялся. Ладно, просто поменяли, соответственно, пересобирается только… На самом деле в сборке Unreal есть много своих особенностей, в том числе, как ускорять эту сборку, но, наверное, этого коснусь уже в рамках четвертого доклада.